Друзья, всем привет! Сегодня обзор новеньких орхидей. Орхидей, которые, ну, просто мимо которых я не мог пройти, делая обзор в обе в прошлом видео. Кто смотрел, посмотрите, ссылочку в верхнем правом углу оставлю. Там очень-очень-очень много было соблазнов, мимо которых, я не знаю, ну, любой бы из вас не смог устоять. Несмотря на то, что цены были немножко, ну, для меня, по крайней мере, кусучи, мне все-таки посчастливилось выхватить из общей вот этой массы орхидей, которые стояли на новых там шести, по-моему, шесть новых тележек с орхидеями-новиночками и ждали своего оформления. Мне удалось парочку таких вот интересных экземпляров урвать. Одна из этих орхидей, она мелькала во вчерашнем обзоре, а вторая, она в кадр так и не попала. Я ее увидел совершенно случайно. Сперва я одну взял, в тележку поставил, да, а потом все-таки я ее выложил тут, потому что у меня бюджет не позволял больше купить, когда я последнюю эту увидел. Ну, мы ее сейчас увидим, друзья. И все-таки, все-таки две орхидеи. Да, друзья, две орхидеи. Ну что, вот они, эти две орхидеи упакованные, стоят, отстоялись. И мы сейчас с вами начнем их распаковывать и смотреть. Вот она первая. Начнем с первой. Они обе обалденные. И вот, знаете, что, хочу сказать, что, а если еще, например, года, наверное, два назад, года два назад, эти орхидеи, ну, как-то, знаете, так, стороночку вот сюда поставлю, чтобы не упала она. Да, эти орхидеи как-то еще, знаете, настороженность какую-то вызывали определенную архаманов, потому что это одна из разновидностей фаленопсисов. Там случайно была выведена, а потом, как бы, присмотрелись селекционеры и поняли, раскусили, что это очень-очень даже неплохие разновидности фаленопсисов и пользуются спросом. И вот с каждым годом, друзья, фаленопсисы эти, они все больше и больше и больше вызывают соплей, слюней у архаманов. И вот у меня, друзья, просто я не могу мимо них проходить спокойно. А вот если бы даже, знаете, на обычный фаленопсис я бы не обратил внимания, да, потому что, ну, банальный там такой все. А вот с этой разновидностью фаленопсис я просто, просто, знаете, внутри начинает все, все начинает дрожать при виде этих орхеев. Ну, вы поняли, это орхидеи бегалипы, друзья, да. Сегодня у нас в обзоре, кто там у нас идет? Кто пришла? Кто пришла? Мася пришла. Вот. Сегодня, друзья, в обзоре у нас два роскошных, ну, по крайней мере, на мой вкус, бегалипа. А уж кому из вас как, я не знаю. Ну, давайте смотреть. Я их упаковал в такую бумагу. Опа, 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 друзья, смотрите, смотрите, какие корни, просто бомба, да. Корни роскошь, корни роскошь. Так, снимаю упаковку сразу, скоро снимаем упаковку. Вы знаете, что меня спрашивают, куда ты все деваешь, что-то покупаешь, покупаешь, покупаешь. А где все эти орхидеи? Почему мы видим в кадре только там пару десятков орхидеи? Ну, действительно, да, тут пару десятков. На что хочу сказать, что впихнуть невпихиваемые вот в рамки вот этого вот экрана невозможно. У меня свыше 300 орхидей, и все их уместить сюда, ну, просто не представляется возможным. Это нереально. Да, оно и не нужно. Да, оно и не нужно, друзья. Все, что я покупаю, это не означает, что абсолютно 100% я оставляю себе. Ну, для тех, кто не знает, что весной я треть своей коллекции, это 100 орхидеи, я решил, уже озвучил это, что 100 орхидеи с наступлением тепла я раздам. Раздам. Возможно, и из коллекции бегалипов, повторяющихся, тоже что-то достанется зрителям нашего канала. Да, раздам треть своей коллекции, потому что новиночек все больше и больше появляется. Хомяк все больше и больше лопается от желаний и от жажды обладать той или иной орхидейки. А я, друзья, не железный, а коллекцию без специальной оранжереи, о которой я мечтаю. Оранжерею не для торговли орхидеями, а оранжерею, собственно, просто для коллекции, держать коллекцию орхидей. А без оранжереи свыше 300 орхидей, ну, как бы держать невозможно в домашних вот таких условиях. Поэтому пока моя мечта не станет явью, а я очень хочу построить оранжерею, планирую, у меня даже уже есть схемы, проекты, как это все будет выглядеть. Я больше, конечно, больше 300 там с небольшим орхидей не могу себе позволить. А еще раз повторюсь, что выходят все новые и новые новиночки, появляются обалденные орхидеи. И вот, чтобы они попали в мою коллекцию, мне нужно часть своей коллекции просто отдать, подарить, ну, из тех орхидей, которые уже, ну, не один год у меня. И уже успели мне, ну, не то, что надоест, а для меня уже стали, ну, просто вот как бы обычными орхидеями, да. А хочется каких-то для себя новиночек, новых красоточек. Это же, сами понимаете, да, ну, на вкус и цвет, как говорится, приятелей нет. И вот, кстати, о вкусе и цвете я еще вернусь в сегодняшнем видео. Итак, друзья, вот такая вот роскошная орхидея. Цена у нее была 729, но ввиду того, что я в обе кое-что покупал для дома, для стройки, вот там керамогранит в беседку уличную, у меня накопились баллы. И, собственно говоря, две орхидеи по 729 рублей. Мне две орхидеи с вычетом, с вычетом бонусов обошлись по 400 рублей каждая. То есть, у меня было 600 рублей практически накоплено. И вот по 400 рублей мне вот эти вот орхидеи две штуки обошлись. Я за две отдал 800 рублей. Вот такая вот роскошная орхидея. Посмотрите, она была, ну, она была не единственная вот эта орхидея. Там еще был экземпляр, но он что-то какой-то был, знаете, грустный. Экземпляр был грустный. Значит, у нас это GMP. GMP. Орхидеи из Польши, да, вот такие вот выкромыши. Правильно заметили, что GMP-шники прекрасно перекармливают свои растения. И подвиг цветения орхидеи, наверное, в ближайшие пару лет после покупки у продавца этого, да, потом не могут повторить подобное буйство красок и объемов. Ну, орхидеи, смотрите, слон. Реально слон. Вот мой локоть, смотрите, да, сравнить, для сравнения. Листья больше моей ладони. И вот такая вот роскошная орхидеечка, смотрите. Та-дам! Смотрите, какая красота, какой роскошный беглибчик. Вот знаете, почему я его взял? Он мне очень чем-то напоминает беглиб. Вот что-то вот, я сейчас покажу. Есть вот такой вот у меня, вот такая вот есть орхидейка, стандартик, да. И чем-то вот похожи, а не по окрасу. Смотрите. Чем-то похожи, а не по окрасу. Но все равно беглиб, наверное, больше, знаете, похож чем-то еще на орхидею, знаете какую, на Андорру. Чем-то вот издалека по окрасу похож на Андорру, друзья. Поставлю на место сейчас. У него есть название, тест 370, вот. Это говорит о том, что у данного экземпляра еще не зарегистрировано официальное название. То есть, либо в процессе, когда цифра, цифровой буквенный код вот такой вот у орхидей. Либо в процессе, что это свежевыведенная какая-то орхидея в процессе регистрации. Либо еще что-то такое. Ну вот, сейчас названия у данной орхидеи нет. В принципе, и можно самому придумать для домашнего пользования любое название. Пока официально не получится. Ну, значит, в ближайшие месяцы, я думаю, что будет название ей официальное. Так, ладно, друзья. Это вот первая такая роскошная, обалденная орхидеечка-беглибчик. Так, Мась, ну зачем ты бумагу здесь всю грызешь? Сейчас я, друзья, секундочку. А вот теперь, друзья, возвращаясь на вкус и цвет, как говорится. Значит, смотрите. Вот меня спрашивают, Георгий, почему в твоей коллекции даже не так? Почему во всех обзорах, когда ты делаешь обзор орхидей... Мася, ну не шуми, подожди. Отойди. Сейчас, сейчас я уберу, а то я не подумавши кинул туда. А она начала хрустеть. Она шкурстяшка, а ей нравится. И вот почему ты обходишь стороной орхидеи белые. Да, ты... Их такое многообразие. Да, действительно, фаленопсисов стандартных, белых. Их десятки. Их просто вот прям десятки этих орхидей с разными серединками. Чисто белых. И вот только серединка. Бывают у кого-то желтые. Только одних желтых оттенков, наверное, 50. 50 оттенков желтого цвета у белых орхидей. Плюс не менее оттенков, ну не красного, а лилово-фиолетового. Да, то есть такого коричневого, лилово-фиолетового, терракотового цвета. Тоже не меньше. И вот эти вот две группы белых орхидей с желтым и с оттенками красного. Огромное количество. Чуть ли там не под сотню, если вот... Ну не под сотню, но 50 точно. Как минимум. Но все они белые. Они для меня, как говорится, на вкус и цвет, как говорится, приятели нет. Особо какого-то, знаете, внутреннего такого вау прям особо у меня как бы не вызывают. В моей коллекции, если кто помнит, наверное, если штук 5 белых орхидей наберется, это прям будет вау, как хорошо. И то большинство из них это были куплены чисто там для экспериментов. Кто помнит, да? Мы проводили чесночная вода и буйские удобрения. На чем белые эти орхидеи себя вымухают лучше. Итак, но вот мимо белых беглипов я пройти, друзья, не могу. Вот один беглип, вон там бело-розовый стоит. А, вон он, смотрите. Какой бомбический. Он просто роскошный. Он роскошная неженятина. И вот здесь у меня тоже белый беглип, но он тоже необычный. Он тоже необычный. Сейчас я его распакую и мы вместе с вами его посмотрим. Так, опа. Мася, забирай. Еще бумажечку одну. Вот. Открываю я. Но у него есть название, друзья. У этого беглипа есть название. И оно очень интересное. Сейчас я вскрою. Вот этот беглип был один. Он не был в обзоре, потому что я уже все просмотрел. Уже отснял видео с обзором. Все и уже просто проходил. Внимательно, спокойно, в спокойной обстановке рассматривал орхидеи. И мне на глаза попался этот беглип среди белых орхидеи. Я, честно говоря, даже сперва не понял. Думаю, о. А потом присмотрелся. Вау. Какая роскошь. Но этот беглип, друзья, действительно он бесподобный. Бесподобный. Смотрите. Ну, корни на пятерочку. Вот его название. Это, друзья, ну, есть буквы цифровой Т67-800, но название у него Мантамин. Орхидеи беглип Мантамин. Видите? И теперь давайте посмотрим на его листья. Они такие же роскошные. Так, у нас здесь палочка немножко болтыхляется. Смотрите. А теперь на сам. На сам этот красавчик. Та-дам! Смотрите, какой он обалденный. Он просто вот прям вот, прям вот сделан из, как будто бы вот, ну, не знаю, из белого атласа, что ли. Ткань такая. Атлас. Атласная ткань белая. Вот с таким легкой-легкой, видите, вот такой прям вот тонкой-тонким, даже не полутоном, а прям долей тона в кропинкой сиреневого. Смотрите, какая, какая роскошь. Смотрите. Вот я глаза свои убираю, и вот на него посмотрите. Вот такие вот белые беглипы меня просто цепляют, я не знаю, до, прям аж до мозга костей. Посмотрите, какой он весь такой фигурный. Весь такой вот, такой вот, с этими вот, вот с этой вот большой губой, рюшечный. Он роскошный, друзья. Вот беглипы, что ни говори, мне вот сейчас больше нравятся, чем, чем сами фаленопсисы. Вот благо то, что сейчас научились селекционеры из, ну скажите, из обычных, из обычных стандартных фаленопсисов делать беглипчики и бабочки. Вот бабочки и беглипы, это сейчас тема. Не знаю, некоторые мне пишут, ой, беглипы меня не цепляют. Ну как может не цеплять, посмотрите, вот это вот, вот это вот роскошь. Смотрите, это что-то такое, знаете, из золотого века, вот эти вот все шляпы, там вот эти все воротники различные на картины средневековых. Смотрите, какая прелесть, просто бомба. И смотрите, корни, у обоих корни растут, они вот как два брата-акробата. Друг друга прям дополняют на таком, знаете, прям четком контрасте. Вообще бомба. В общем, друзья, вот такие две орхидеечки. Одна Тест 370, а вторая, а вторая беленькая Мантамин. Тест 370 и Мантамин, беглип Мантамин. Вот такие вот обалдючие две орхидеи. В общем, вот такой, друзья, сегодня обзорчик. Надеюсь, что поднял кому-то настроение. Кто-то улыбнулся. Всем хорошего настроения. А если улыбнулся, то значит дольше прожил. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. А то Маск сейчас всю бумагу съест. Пока.